Приветствую вас на очередном уроке в нашем тренинг-центре. В этом уроке я расскажу о наших коллективных ресурсах. Вся сила взаимопомощи в сотрудничестве, в одиночку решать какие-то задачи крайне сложно. Поэтому специально для того, чтобы вы быстрее пришли к результатам, чтобы вы получали новую полезную информацию, мы создали несколько коллективных ресурсов. Настоятельная рекомендация. Подключитесь, пожалуйста, к ним. Первый ресурс – это наш сайт «Здоровье, красота, благополучие». На момент записи этого ролика главная страничка его пока выглядит вот так. То есть это страничка нашей передачи. Но когда вы будете заходить, вид ее будет изменен. Скорее всего, вы увидите приветствие Ольги Васильевны. Именно на нашем сайте мы будем выкладывать новостную информацию компании «Вивасам». Все, что присылает Москва для информирования. Все это вы найдете на отдельной страничке нашего сайта и можете использовать для информирования, например, своей структуры. Будет это сделано красочно, красиво и понятно. Коллеги, при переходе на сайт, если у вас в браузере выставлено расширение защиты безопасности, вот так оно выглядит, вот такое расширение, протект, если он включен, вы можете увидеть вот такое страшное красное окно, что сайт опасен и так далее. Опасности тут абсолютно никакой нет. Чтобы избавиться от этого окна, нужно просто нажать на кнопку «Игнорировать это предупреждение» и откроется наш сайт. В чем опасность? К нашему сайту подключен вот такой вот замечательный сервис, который называется «Social Phishing». Что делает этот сервис? Он просто считывает информацию о людях, которые заходят на этот ресурс для того, чтобы можно было с ними контактировать быстрее. То есть человек может ничего не делать на сайте, ничего не покупать, но если он зашел, то сайт видит, кто заходил и как с этим человеком связаться. Вот видите, я два раза заходил на сайт, он считал информацию обо мне. Через сервис «Social Phishing» я могу кликнуть на этого человека, продолжить с ним работать в социальной сети ВКонтакте, написать ему «Здравствуйте, Игорь!» Вы были на нашем сайте, что вас заинтересовало? Очень хороший инструмент. О его возможностях я расскажу. Но сейчас этот инструмент блокируется ресурсами, потому что идет защита личной информации, а эта личная информация сдергивается сайтом. Такая продающая фишка. Следующий ресурс, к которому я рекомендую вам подключиться, это наша группа ВКонтакте. Все ссылочки будут на страничке этого урока под видео. Группа выглядит вот таким вот образом. Это мероприятие. Сюда идут трансляции нашей передачи. Тут будет достаточно много полезной информации. И самое главное, что в нашей группе собраны все необходимые нам бизнес-инструменты, которые при желании вы можете реализовать и для себя, для того, чтобы сделать процесс привлечения клиентов практически на полном автомате. Об этом будет подробно рассказано в закрытой части нашего тренинга, как и о сервисе Social Fishing. Для того, чтобы подключиться, вам нужно будет нажать на кнопочку «Вступить». Следующим ресурсом является наш YouTube-канал, подписаться на который я вам всем рекомендую, но при одном условии, если у вас есть уже аккаунт Google, то есть если у вас есть почта Gmail. Если у вас почты нет, то вместо вот такого значка, как у меня сейчас логотип нашей передачи, нашего проекта, у вас будет кнопочка «Войти». Вам необходимо будет авторизироваться в своем аккаунте Google, ввести данные о своей почте Gmail, и тогда вы сможете подписаться на наш канал. Как создать почту Gmail, будет рассказано в курсе «Компьютерная грамотность». Точно так же, для того, чтобы подписаться на нашу группу, вам необходим аккаунт в социальной сети ВКонтакте. Без этого аккаунта вы не сможете полноценно пройти наш тренинг. Пожалуйста, у кого нет, создайте. Если не знаете как, напишите, я скажу. По просьбам участников нашего тренинга, мы создали несколько параллельных чатов. Кроме нашего основного чата «Вивастар» в Скайпе. Почему был выбран Скайп? Потому что планировался тренинг вначале в не таком широком формате, как сейчас. Мы планировали все наши встречи проводить в Скайпе. У Скайпа есть замечательная возможность демонстрации экрана. Но сейчас ситуация изменилась. Не все пользуются Скайпом из людей, которые пришли к нам в тренинг-центр. Поэтому был создан параллельный чат в «Ватсапе». Как подключаться с компьютера я вам сейчас показываю. Переходим по ссылке и нажимаем на кнопочку «Присоединиться». В «Ватсап», «Телеграм», «Вайбер» вы можете скачивать приложение, как у Скайпа, например. А можете открывать браузерные версии. О работе, с которым я рассказывал и в курсе «Полезные инструменты», и в курсе «Компьютерная грамотность». Тут на ваше желание. Можете скачивать приложение, можете просто открыть в браузере, нажав на эту кнопочку «Браузерная версия». И вы подключитесь к нашему чату в «Ватсапе». То есть, кому удобнее, пожалуйста, общайтесь именно здесь. Я буду выкладывать параллельную информацию и в «Ватсап-чат». Ну и финальный ресурс, возможно, еще что-то появится у нас. Это чат в «Телеграме». У «Телеграма» есть специфика. Он вообще-то запрещен. В России ссылки на «Телеграм-каналы» блокируются. То есть, если я попробую перейти по ссылке в наш «Телеграм-канал», то будет долго-долго идти загрузка. И в конечном итоге либо появится сообщение об ошибке, либо напишет, что страничка не загружается. Вот я сейчас подожду, посмотрю, что мне скажет Яндекс. Сейчас это сделаю еще и в Гугле. Вот Яндекс сказал, что не удается установить соединение с сайтом. Google пока грузит что-то, но сообщение будет аналогичное. Что это значит? Ссылки на «Телеграм-каналы» блокируются. Для того, чтобы избавиться от этой проблемы, конечно, есть глобальное решение. Это VPN-сервис, о котором я рассказывал. Это шикарное решение. Но если вам нужно только подключаться к «Телеграму», например, через браузер, это слишком сложно и, возможно, для кого-то даже будет накладно. Потому что сервис, о котором я рассказывал, он платный. Сейчас достаточно много, как я и говорил в ролике о сервисе Хайдми, есть бесплатных VPN-сервисов. И некоторые из них устанавливаются в виде расширения, как наш LastPass менеджер паролей, прямо в сам браузер. Я установил два бесплатных расширения. Один установил в Яндекс.Браузер, другой установил, вот видите, тоже ошибка, установил в Гугл. Чтобы установить расширение, вам необходимо в Яндекс.Браузере открыть меню браузера, выбрать «Дополнительно», опуститься в самый низ, вот здесь, нажать на каталог расширения браузера, и в поиске расширений напечатать следующее. Вот так вот. «Браузер VPN-free». Можете просто напечатать одно слово «Браузер», и уже хватит. А то он сразу у вас находится. У меня он установлен. У вас будет кнопочка «Установить». Нажмете «Установить». Расширение установится в ваш браузер. Ничего сложного нет. Если будут какие-то вопросы, пишите. Появится значок. Вот такого плана, видите? Это и есть мое расширение. Серый вид значка говорит о том, что расширение не работает, не активно. Я его сейчас хочу активировать. Щелкаю на это расширение. Нажимаю на кнопку «Защити меня, Protect Me». Вот включена защита. Я сейчас захожу из Нидерланд. Не из России, а из Нидерланд. То есть у меня изменился адрес. Это то, о чем я рассказывал достаточно подробно в уроке о VPN-сервисе HIDME. Нажимаю «Обновить страничку» со ссылкой на наш канал Телеграм. Вот так вот нажимаю «Обновить». И сразу появляется уже другое сообщение, что «Пожалуйста, подключайтесь». Вы, конечно, можете скачать именно расширение Телеграм и установить его на компьютер. Сделать это можно, нажав на кнопочку «Я не имею Телеграма». То есть у вас не установлено расширение Телеграм на компьютере. И скачать его вот отсюда. Те, кто пользуется Google Chrome браузером, также есть расширение. Устанавливается оно немножко по-другому, но практически аналогично. Открываем меню, выбираем «Дополнительные инструменты», выбираем «Расширение». В поле «Поиск расширения» пишем «WPN Free». Вот так. И вот находится расширение, которое, опять же, у меня уже установлено. У вас появится кнопочка «Установить». Устанавливаете, оно появляется у вас в панели управления браузером. Вот оно у меня сейчас, видите, такое серенькое, опять же. Я его включаю, нажимаю «Коннект», «Подключиться». Расширение начинает работать, у меня, опять же, меняется мой адрес. Обновляю страничку. И вижу практически то же самое. Устанавливайте себе приложение «Телеграм» на свой компьютер и пользуйтесь. Либо можете открыть в браузере браузерную версию «Телеграм». Об этом я рассказывал. Но для полноты картины покажу это на конкретном примере. Открываю отдельную закладочку. Не хочу устанавливать расширение. Пишу в поиске «Телеграм веб». У меня уже авторизация сделана. Я сейчас выйду из своего аккаунта. Вхожу в меню. Убираю настройки. Нажимаю «Выход». Выхожу из «Телеграм». У вас появится вот такое вот окошечко, когда вы щелкнете на ссылку. Вам необходимо ввести номер своего телефона, на котором стоит приложение «Телеграм». Если у вас нет мобильного телефона, вам необходимо на мобильный телефон вначале установить приложение «Телеграм». И в него вы получите код. Набираю код. Это плюс 7 900. Это мой телефон. Дальше набираю. 929 7142. И нажимаю клавишу «Интер». Подтверждаю, что это мой телефон. Мне в «Телеграм», непосредственно «Телеграм», то есть не в SMS-ку никуда, придет код. Я его вбиваю в поле «Код» и сразу попадаю в версию своего «Телеграм». Чтобы добавиться к нашему каналу, поищите его в строке поиска. Вот здесь вот просто напишите «Собака ЗКБВ». Канал будет найден, и вы сможете к нему просто-напросто добавиться. Вот так вот на него щелкнув. Вот и вся любовь. Благодарю за то, что досмотрели этот ролик до конца. Если будут какие-то вопросы, непонятности, пожалуйста, пишите в домашнем задании. Убедительная просьба, наш сайт zkbv.ru Добавьте в себе закладочки. Это делается просто. Нажимаете вот на такой значок «Добавить закладки в Яндекс» и выбираете, куда вы хотите его добавить. А в Google и в других браузерах просто нажимаете вот на такую звездочку. Сайт добавляется в панель закладок для того, чтобы вы быстро могли его находить. Еще раз благодарю. До новых встреч.